Ничего. Консультант для этого и нужен. Наблюдать. Потому что иногда бывает так, что нет никакого сигнала. Вот он задал себе, так, дорогой, мобильсознательный, да, да, сигнал, да. И так сидит, сидит, и он, нет никакого сигнала. Или человек отклонился. И бывают разные движения, которые сам клиент не отслеживает. Это очень классно. Вот это бессознательное, как раз, даёт себе знать. Бывает зевают, что человек так, что челюстя, это такой сигнал. Бывает смеются люди. Это всё очень индивидуально, это всё нормально. Мы замечаем, что он повторяется, следовательно, это сигнал. Когда-то я в Титере проводил тренинг, и там ребята работали, и вот они в паре подзывают и говорят, «А у нас тут никакого сигнала нету». Вот я его спрашиваю, «А ты чувствуешь что-нибудь?» А он мне отвечает, «Нет». Я говорю, ну и у него. И у него так ничего нет. Я говорю, давай ещё раз спросим. Я говорю, хорошо, пожалуйста, вот обратись в свои части, скажи там то-то, то-то, то-то. Ничего не чувствую. Опять. Хорошо. Попроси его дать сигнал, который будет более различим и заметен. Слышите, он у меня вступает в переговор. Тот не даёт ничего. Я говорю, хорошо, попробуй сделать этот сигнал меньше, но так, чтобы я его мог разрешать. Тот, никакого сигнала нет. Это зависит от нашей наблюдательности. Я говорю, хорошо. Сказал я консультанту, и говорю, давай вот этот вот его смешок такой, да? Совершенно точно, когда я попросил громче, тот неосознанно увеличил громкость, попросил тише, меньше. Давай мы его возьмём за ответ бессознательного. И мы совершенно спокойно прошли с этим же сигналом. Тот всё время говорит, да это осознательно так, всё время, что... Говорит, он не смеясь. Тот задаёт вопрос, говорит, обратись мне снова на это. Хм, странно. Что-то оно там не выросло, но я не понял, что... Вот так. Ты хотел вопросов. Я как раз по поводу, как это понять. Как это понять, да? Совершенно точно, если мы получаем какой-то сигнал, вот давайте с вами исходим. Здесь как двоичная система, да, вот как в Вазбуке Морзе, да, точка термин. Всё, там больше особых знаков нету каких-то, да? В программировании 0,1, да, двоичный код. Мы не знаем, что это такое. Давайте строить, как в детских лидерах, помните, там, да, и о ней говорите. Здесь как раз либо да, либо нет. Мы совершенно точно собираемся узнать, что означает этот сигнал. Мы не будем гадать. Если оно нам дало сигнал, значит это да. Это моя догадка. Саша, понимаешь? Я понял. Да, всё хорошо. Оно мне дало, например, сигнал. Нет, не хочу общаться с подменным уровнем сознания. Оно имеет право, это, конечно же, не важно. То есть это тоже домогонавимый стать, да, обязательно. Но тут есть очень хитрая ложка. А оно ведь всё равно начало общаться. Ну, то есть сигнал, то есть всё равно общаться. Ну, не даём что в уровне сознания, значит мы исходим из того, что оно хочет общаться со мной на уровне подсознания. Оно что, всё равно уже общается? Потому что у нас есть либо сознание, либо в состоянии. Здесь ещё какие могут быть сигналы? Это изменение дыхания, допустим, покраснение сейчас. Разные напряжения, там, мышц лица, тела. То есть калибруйте вовсю, что называется. Да? Ну, вообще, я думаю, организм даёт массу сигналов. Тебя надо тут один забрать. Да, да, можно, а выводит сигнал, да, и всё, они по смене. А по слушениям сюда ставят. Пусть организм сам решит. Послушай, вот когда ты говоришь, что организм даёт массу сигналов, во-первых, есть такое допущение, что ты сейчас немножко теоретизируешь. Раз. Во-вторых, когда организм даёт какие-то сигналы, я хочу узнать, вот этот сигнал даётся моё бессознательно или это я сам себе придумал. Как это определить? А я хочу сейчас сознательно просто взять этот сигнал воспроизвести. Например, я там обратился за ответом, мне показалось, что мне как бы прилило, как пульсовая волна, в область лица. Ну, так бывает. Знаете, какая это? В жарке было там на секунду, да? Хорошо, если бы я нафантазировал, то это сигнал для бессознательного. Не знаю. Хорошо, давай-ка я попробую воспроизвести это сознание. Огонь, оно никак не прилипает. Хорошо. Бессознательное, дай мне, пожалуйста, ещё раз такой же ответ, который я мог бы заметить. Я только замечаю. Такой пульсовой толчок. Значит, я не могу воспроизвести это просто усилие воли, но зато попросил бессознательное, я могу это воспроизвести. Всё. А насчёт массы, давай мы об этом поговорим, когда ты получишь сигнал для бессознательного. Это вы видите? Следующий шаг. Мы отделяем поведение от позитивного намерения. И спрашиваем свою часть. Дорогая моя часть, скажи, пожалуйста, которая отвечает за поведение Х в данном случае, да? Сообщи мне, пожалуйста, в чём твоё позитивное намерение. То есть мы ищем какую-то мета-цель. На уровне сознания. На уровне сознания, да. А вы о намерении говорили на предыдущей ступени, да? Или нет? Не было. Сейчас мы два пола, как бы скажем. То есть присуппозиция такая, что каждое наше поведение под собой всё-таки имеет основу позитивную. Наш организм, всё то, чем мы являемся, хочет для нас чего-то хорошего. И это просто сигналы о каких-то... Ну, то, что нам не нравится, это какие-то сигналы, как мы ведь созданы для того, чтобы жить, развиваться. Мне очень не нравится идея Фрейда о том, что у нас есть какая-то часть, там, бессознательная, которая нас там разрушает, ещё там что-то делает такое. Ну, послушайте, это по меньшей мере было бы глупо создавать организм, развивающийся, с тем, чтобы он сам себя убивал. Любое намерение, любое поведение имеет под собой какое-то позитивное намерение. Когда, например, ну, давайте возьмём тот же самый пример, когда ребёнка расшлёпывает ремнём, там, заплакуется. Намерение быть позитивное, это же бьют не для того, чтобы насладиться болью ребёнка, правда же? Это через Богу ему сообщает такое послание, учись хорошо, человеком будешь. И перед тобой откроются, там, все две института, да? Но дело это потом. Когда мы видим человека, который, знаете, вот эти вот такие накачанные парни, учеев, костяль, надеюсь, там, ну, это такой вот идиот, что это такое? Да, это такая дестроя, это разрушение. Что это такое? Я всегда вспоминаю, вспомните, вы иногда в лесу можете видеть каких-то таких бабочек или букашек, которые жутко устрашающие, раскраска, такой ям, это чёрная, красная, да? Оно как бы сообщает птице, уже революция тогда, ты меня не ешь, я страшный, ну, да? Все будет такое. Ядовитая. Ядовитая, да? Кстати говоря, очень часто ядовитые растения или зверюги, они так и сообщают об этом. Здесь. Ты меня не трогай, потому что я, я на всякий случай страшный. Что это такое? Внутри, на самом деле, эти люди, они очень неуверенны в себе. Они очень опасаются какого-то воздействия снаружи, они считают, что, ну, надо на всякий случай попугать всех. Как это называется? Как бы чего не вышло, я лучше попугаю. Да, вот обратите внимание, как говорят, сильный человек спокоен. Это не зависит от объёма сколотуры. Вот если он внутри считает себя сильным, да, он может быть там куда-чего, а потом он совершенно спокойный. Обратите внимание. Да, когда я понял эту истину, там, я не знаю, там, в каком-то иношеском подростковом возрасте, я вдруг обратил внимание, да, район, где я рос, он был не самым благополучным, и вот он встречает, какая-то парочка-тройка, там, они пьянят, а когда, по-моему, вот, я как-то, да? Я вдруг понял, это человек очень умудрение от себя, его можно просто взять и слепить. А хуже, когда, знаете, какой-то такой скучный, вот такой вот, и всё. Опа, вот тут надо напрячься, и можно ожидать чего-нибудь. Он настолько уверенно, спокойно, да, он делает именно там, да, он делает именно там, а вот, я как, да, бачишь, я кирменный кулак, да, я как-то знаю, ну, чё, да, вот. Что это такое? У него позитивное намерение, я вот таким поведением показываю, какой я страшный, смотрите, вот я таким образом себя охраняю. Безопасность, так сказать, за этим, да, или вы, собственно? Можно чем угодно пришить, не оправдывая абсолютно позитивное намерение. И к симптомам, и к поведению людей. Люди, которые там, ну, я не знаю, даже вот взять тех же самых каких-то фашистов, там, Гитлера, я ни в коем случае не оправдываю безобразного поведения его, но идея у него какая была? Он хотел создать улучшенное общество, улучшить людей. Как он это делал? Он уничтожал всех недочеловеков. Все, кто были не рейс-карасы, они отправлялись куда-то, да? Поведение у нас такое было. Точно так же Советский Союз. Да, мне не пытался сказать, что это не случилось. Вроде бы все хорошо, ни с чем не поспоришь, но выливается это все лучше. В борьбе за мир не оставил ни камня на камне, да? Вот. Везде. Кто-то говорит, а что это за позитивное намерение, когда у меня была такая вот болячка, или там у бабушки такая-то болячка. Ну, до того, как возникла болячка, там происходило еще много-небольших процессов, которые вызывались в забвении. А, есть энергия у вас, да? Оп, съем. Голова окружится. У вас что-нибудь есть, как голова окружить? Да, у нас от того окружения много возникнет. Это симптом чего-то, какие-то неполадки. Что-то там произошло с клетками мозга, что-то произошло там с кровью, начались нарушения. Давай дружок лечиться, а не убирать вот это все, не срезать верхушки. Точно так же, когда приходят родители и говорят, вот, я совершенно точно не нахожу общий язык с этим идиотом. И не указывают, как их вообще на своего ребенка. Они забыли, чего они его убили, они забыли, что его надо любить. И это говорит о том, что были симптомы, и они аккуратненько увезают. Ребенок что-то сказал, несогласная со мной. Я тебя сказал. Я там сказал, да? Ребенок раз, и он затарился, несогласие осталось, только он наружу уже не вылазит. Почему? Потому что такие условия сейчас. А потом ребенок начинает демонстрировать все больше и больше, какие-то там грубые формы не послушают. А я не могу с ним найти у человека. Это означает, что очень-очень далеко зашло это все. В этом смысле. Это типа он ведь тоже нужно оправдать, да? Ну, в смысле какого-то намерения. Если это не психически больной человек, если это не психически больной человек, что он там делал? Я не знаю, например, я задаю такой вопрос. Ну, скажите, пожалуйста, красит плохо. В смысле защиту, да? Красит плохо? Да, скажите. Кто считает, что красит плохо? Ну, вообще-то не считает. Вообще плохо, да? А теперь представьте себе ситуацию. Человек говорит, ты знаешь, вот меня задержали, потому что я в супермаркете обокрал аптеку. И он говорит, ты знаешь, дело в том, что у меня, прислушайте следующее модное. У меня болеет ребенок, и нужна срочная помощь, у меня не денег нет. Я не могу сказать, дети, ребята, не зоняют. Я к этому пошел, высадил стекло, я знал, что там есть стекло, переворот. Сажите, я подумал, начиная вас выделить, да? Нет, хорошо, стрелы у кассаторов. Это, блин, я не пытаюсь всех оправдать. Нас судят, между прочим, за поведение, а не за намерение, ты знаешь, это да. Вот, оправдание его, оправдание для себя, знаешь, какое? Какое? Так это для себя. Только для себя. Это только для себя, а не для других. Этот человек, он не обучен, он вырос так уродливо внутри себя, что он абсолютно не обучен, как это сказать, поддерживаться, но соотносить свое с чем-то снаружи. Но я живу плохо, я хотел бы жить лучше. Я вижу, вот этот вот тип катается на огромном автомобиле и живет в таком доме. Я хочу жить так же. Способ поведения, который мне сейчас наиболее доступен, это такой, взять берданки, пойти там, начать их там стрелять. Вот что имеется в виду. Я совершенно точно не говорю о том, что это нормальные парни с социально приемлемым поведением. Нет, ни в коем случае поведение жуткое, поведение уродливое. Вот тот парень, который ходит с этими цепями, часов как-то работают, ты там, да. Это тоже уродливо. А нам не нравится, когда к нам начинают рестеть, это грубо отвечать. Но он таким образом пытается защитить себя от возможной какой-то агрессии снаружи. Это его страх. Это страх, на самом деле, сидящий внутри. Понимаешь? Но он принимает вот такие вот формы. И человек применяет сейчас, в данный момент, наилучший из доступных ему способов поведения. Наилучший. То есть это означает, что других способов у него нет. А Сталин считает еще одной. Ну и потом, у нас же не тема юридического оправдания. Абсолютно. Но не тема морали. Это не касается тем морали. Потому что преступления Гитлера, они невозможно оправдать никакой морали. Преступления вот этих вот барбосов, которые там убили инкассатора, с точки зрения морали, это отвратительно. И он, естественно, получает ответ. Но внутри себя у него намерение жить лучше. Только ты говоришь, я хочу жить лучше, поэтому я пойду на эту работу. Выучу, заполучу дополнительный навык, научусь там вести переговоры. Я буду с вот этого вот контракта иметь вот такой-то процент. А он говорит вот так. Понял, что происходит? Ну как это может быть позитивом, если люди приносят там несчастье, опоре. Я про позитив не спорю. Я про позитив не спорю. Я про позитив не спорю. Для общества это болезнь. То есть давайте мы сейчас не будем там на каждого права, но это любая система, у которой какие-то части ведут себя неблагополучно. Вот с этой точки зрения, если посмотреть. Они же тоже не отобраны всего мира. Когда он так сердце постоянно болит, он начинает ненавидеть свое сердце, он обращает агрессию внутрь себя. Подожди, а что ты такого делал, чтобы твое сердце чувствовало себя хорошо? Когда ты ел с двух рук по три коклетки? Когда ты ел да? Когда ты, становясь на весы, тихонечко ломал каждые весы, на которые становился? Как ты менял свое поведение? Как ты менял свое поведение, когда тебе говорили там, например, послушай, не надо после шести вот так вот кушать? Ты говорил, хорошо, вот после семьи, например, да? Вот. И так далее. А потом человек говорит, опа, у меня сосуды, что-то я пошел, вот я вообще на второй этаже бую и задыхаюсь. Да что же, это за напасть такая? И человек начинает ненавидеть там свои сосуды какие-то или там сердце свое ненавидит. Подожди, это же часть тебя. Или кто-то говорит, я эту болячку убью, задавлю. Болячка, это часть его. Я всегда говорю, ты когда кого-то там убьешь, кто победитель будет? То есть ты фактически там сам себя, а кто из вас победитель? Может быть, это сигнал, пусть даже замечены на такой стадии, начать меня. Ты наверняка обращал внимание, каждый из вас видел, как люди приходят, ну наверняка там, скажем, пожилые, нездоровые люди, и они ничего не меняя в поведении говорят, а есть какое-то лекарство от этого? В переводе на другой язык это означает то, что я ничего совершенно точно не собираюсь менять в своем поведении, но при этом дайте мне отпущение грехов, желательно об одной таблетке. Лучше от всех. Без усилен. Угу. Вот в этом разница. То же самое касается, давайте мы, если это перенесем этот контекст бизнеса, да, руководитель говорит, совершенно реальный случай, когда-то больше 10 лет назад я консультировал, сделайте, чтобы эти, под этим он понимал менеджер, между прочим, людей, которые создавали ему все прибыли, чтобы эти там начали нормально себя вести, как-то вообще разговаривать с клиентом. Он при этом не собирался ничего менять внутри себя. Поразительный человек. Он говорит, я руковожу ими. Но если ты руководишь таким образом, что в результате ты получил вот это, то это не часть тебя, это не производное твоего поведения. Ну и что, что мы дни рождения с ними вместе не отмечаем? Мы здесь, в офисе отмечаем, а они там после себя отмечают. Вот так вот. Ну, я буквально копирую. Та часть поведения, если говорить об этом сообществе как едином организме, она никак разу не зависит от этого. Я думаю, зависит. Угу. Хорошо. Итак, мы отделяем поведение части, отвечающей за поведение Х от позитивного намерения. То есть мы спросим нашу часть сказать нам, какое идет позитивное намерение. Дорогая моя часть, которая отвечает на это, я не знаю. Готовы ли ты мне сообщить? На уровне сознания. На уровне сознания. В чем твое позитивное намерение? А дальше мы пришли к уже знакомому вам. Сели, расслабились, уже есть какой-то сигнал. И получаем сигнал. Например, мы получили сигнал «Да». И тогда что мы делаем? Просит часть сообщить, в чем? Да, ну сообщи. Сообщи. Или неинтересно вообще, что в этом внутри происходит? Нет, интересно. Просто вот теперь стало непонятно, а каким вопросом. Поймем ли мы это сразу? Мы получали какой-то сигнал, мы точно знали, вот так да, вот так нет. И вот мы получили сигнал «Да». Дальше мы, наверное, с собой не паримся. Это означает, что бессознательно идет какой-то способ сообщить нам прямо сейчас. Может быть, в виде внутреннего диалога или внутреннего голоса. Сообщить нам явно. Это у тебя, потому что вот я хочу вот так. Может быть, сигнал «Нет». Мне сигнал «Нет» нравится больше. Это очень директный сигнал такой. Это означает, что оно собирается нам сообщить, а потом на уровне подсознания. Не подплачет, да? Не подплачет. Собираешься ли ты, готова ли ты довести до меня? Я же спрашиваю на настоящий момент, меня позже не интересует. Спрашиваю про сознание. То есть на уровне подсознания? Готова ли ты, да, да. Готова ли ты? Хорошо. Вот здесь. То есть, если оно говорит что-то тебе, тогда это на уровне сознания. А если говорит «Нет», то это потом на уровне подсознания. Готова ли ты донести до меня прямо сейчас на уровне сознания, что хорошего ты делаешь этим поведением для меня? И мы получаем ответ «Да» или «Не». Если ответ «Да», то это совсем просто, мы понимаем от чего-то. Если ответ «Нет», мы не понимаем. Ну как ответ «Да»? Это именно «Да» или конкретно что-то, но… Вначале он говорит «Да». И тогда мы можем сказать «Ну хорошо, тогда сообщение в такой форме, чтобы я понял совершенно явственно или там однозначно». И вы можете увидеть опять же, или какой-то образ, который будет дать вас что-то. И так далее.